Приветствую вас, друзья! Вот это новое видео из мастерской. Ну, как обычно, на этом канале мы немножко сегодня что-нибудь поремонтируем, подиагностируем. Новая калибрская виброплита приехала к нам с симптомом, что гудит, а вибратор не работает. То есть здесь что-то заклинило. Вот сейчас я снял кожух, вроде как все крутится. Снимаем муфту, и вот видите, вот эти вот винты. То есть я вот руки откручиваю. Они без всякого герметика, или, правильно сказать, не герметика, а резьбового клея. И вот поэтому они откручиваются, и данная муфта начинает об них цепляться. Не предусмотрели это китайцы, хотя плита недешевая, стоит в районе 30 тысяч. Сейчас мы это все обезжирим и посадим на резьбовой клей. Клей нанесли и устанавливаем. Поднимай молоток, пожалуйста. Для отвертки. Подтягиваем. И фиксируем ударной отверткой. Вот, теперь раскручиваться, наверное, не буду. Установили муфту и затягиваем. И накидываем ремни. Вот так. Ну, а сейчас будем пробовать. Итак, юбер-плиту. Стучать будешь? Блин, хотел постучать минуту. Давай постучи. Сейчас будет проверка перфаб. Вот так, чтобы отдать инструмент человеку, то есть он проверяется. Я чуть позже покажу, на чем мы их проверяем. Итак, по виброплите. Виброплита у нас завелась, все нормально работает. И вкратце, ну, думаю, многим интересно не будет. Но, может, некоторым будет интересно, кто связан с строительством. Давайте начнем с самой дерьмовой виброплиты, которые вообще у меня встречались. Это вымпел. Такая вот красненькая, дешевая виброплита. Она реально дерьмовая. То есть она буквально на объект ее привозят. То есть такие вещи покупают не просто там для дома что-то сделать. И в основном покупают для работы, для зарабатывания денег. Начинают ее работать, она буквально разваливается. Вот тут в процессе работы. Там ручка отвалилась, там двигатель может открутиться. Еще что в ней есть такого, что... Вот муфта. Сейчас покажу. Муфта. Вот, видите, это муфта сцепления. Они идут в основном 20-е и 19-е валы. В импеле стоит вообще здесь вот под звездочку. То есть вы задолбаетесь, искайте двигатель. А почему нужно искать двигатель? Потому что муфта, как правило, остается старая. Муфта стоит денег, нормальных денег. Вот это где-то будет стоить порядка 5 тысяч рублей. То есть, грубо говоря, цена китайского дешевого двигателя. А более-менее нормальные виброплиты были. Это Masalta. Да, они стоят там раза в 3-4 дороже того же вымпела. Но они работают. Ну и в акере, естественно. Основные поломки виброплит, то есть не такая вот, как сейчас я показывал. Это очень редкие поломки. Основная поломка – это двигатель. То есть он буквально разваливается. Появляется эллипс. То есть я показывал ремонт такого дверки. Появляется эллипс. То есть от пыли, когда вот такой фильтр не меняют, пыль попадает. От пыли просто ушатывается двигатель. И поэтому, кто работает с виброплитами, мои рекомендации. При нормальной работе, нормальной работе, массово достаточно менять где-то раз в два месяца. А фильтр продувать после каждой смены. И потом уже по необходимости его менять. Ладно, давайте посмотрим, что у нас еще там на ремонте. Покрасочная станция китайская. Какой-то хобан. Вышел из строя. Вот он, диодный мост. Вот этот. Сейчас мы будем менять. В принципе, вот так вот выглядит якорь. А вот он статор. Цельнометаллический. В основном мы такие станции вообще в ремонт не берем. Почему? Чуть позже скажу. И вот смотрите. Это нижнее крепление. Его никто не откручивал. Оно само по себе отвалилось. То есть на нижних винтах, вот на этих, она и не держалась. Вот здесь, сейчас открутить эту крышку, такая же картина будет. Но это пластик, скорее всего, очень херовый. Почему мы не берем эти станции в ремонт? Все дело в запчастях. То есть я уже несколько раз обжигался. Вот не с такой, но с похожей станцией, тоже китайской. Было такое, что заказали якорь, все связали. Сто их возит из Китая, с импортером. Заказали якорь. Да, да, этот якорь. Да, да, да. Ему даже фотки сбросили. Приходит якорь, но приходит совсем другой. То есть вот здесь вот шестерня, совсем другая. Клиенту уже пообещали, с клиента даже денег взяли, отправляли назад, присылают опять другой. И такая же еще история была вот похожая точь-в-точь с другой покрасочной машиной. И поэтому мы решили вообще не брать в ремонт вот эти вот китайские покрасочные станции. Так что денег с них не заработаешь, а геморроя можно получить очень-очень много. Типа Штиль МС-660. По факту китайское дерьмо. Мы такое дерьмо в сервис не берем. Ну вот пришел дедушка и говорит, пожалуйста, посмотрите, вот, пожалуйста, вот взяли. Объясняю, почему мы не берем. Смотрите, вот это вот от зажигания. Я ее не дергал, я ее просто попытался отсюда вот так вот, взял вот так вот, снять. И все, она развалилась. И так дальше в ней все разваливается, что не начинаешь делать. Ну давайте смотреть дальше. Колпачок я найду сейчас бэушный. Причина, не заводится пила. Если она у вас не заводится, в первую очередь всегда нужно посмотреть искру. То есть выкрутите свечу и посмотрите искру. Если искра есть, все нормально, тогда скидываем глушитель, чтобы посмотреть поршневую. И снимаем глушитель. Видно? Поршневой, все, пенсия. Да, не вопрос, эту поддельную пилу китайскую можно было сделать, что цена вопроса где-то в районе 2,5-3 тысяч рублей. Но мы такое не делаем. Почему не делаем, я уже говорю. Понимаете, делаешь одно, ломается другое. Было такое, что винты, просто там полвинта оставалось, приходилось высверливать. И также еще причина есть. Вот видите, это макита. Сейчас подробнее ее покажу. Часть тут от макиты моется у нас. Моделька 4610. Данная пила действительно была произведена в Германии. Единственный ее основной недостаток, это дороговизна запчастей. То есть она не китайская, из-за этого здесь все очень-очень дорого. Но чтобы такое было, чтобы на этой вот маките задрать поршневую, ну это реально нужно постараться. В основном на ней их летят, где уже почистили, карбюраторы. То есть на них есть ремкомплекты. В сборе такой карбюр будет стоить тысяч шесть. Ремкомплект там тоже довольно-таки недешевый. Вот это главный их недостаток. По сравнению со штилем. На штиль можно хоть какие-то китайские заменители подобрать, если человеку дорого. Здесь только оригинал. Ну и вот еще какой аппарат притащили сегодня. Райоби One Plus. Как там говорится, купил Райоби и день, так сказать, потерян. Человек хотел купить Макиту, но ему сказали, у Макиты низкий рейтинг. Сами знаете, кто сказал. Вот возьми лучше вот этот Райоби. Симптомы не включаются. А может даже, кстати, обзор на нее как-нибудь включил. Включил, вот, включил. Сниму, сделаю обзор, когда будем ее разбирать. Ну, разбирать ее будем, но, я думаю, не раньше, чем через месяц. Так как по ремонту у нас отдельная очередь. И, как бы, в основном делаем сначала инструмент постоянных клиентов, потом уже все остальное. Вот такой сегодня большой короткий бложек получился. Я извиняюсь, что не было подробных ремонтов. Но, понимаете, сейчас сезон. И, грубо говоря, чтобы снять видео о ремонте, нужно потратить где-то целый день, чтобы сделать все это подробно. У меня стоит выбор, либо снять вот видео, на все забить, либо зарабатывать деньги. То есть, кто не понял, я директор, здесь вот так кручу гайки. Потому что, как бы, деньги здесь зарабатываются нормальные. И плюс еще, как бы, помощь клиентам, клиентам постоянным. То есть, у них сейчас сезон идет строительство. Я работаю в основном с организацией. И, поэтому, я не хочу терять деньги и терять клиента. Надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием. И, что по поводу этой косилки райоби, что я вам показывал. Вот, мой вам совет. Но, это больше не к частникам, нам будет, а к организациям. Если вы не хотите, чтобы у вас там инструмент лежал по 45 дней в мастерских, вот, найдите одну, одну мастерскую в своем городе. Познакомьтесь с этими парнями и носите им туда. Они будут уже видеть, что вы постоянный клиент. И у вас будет, можно сказать, что что-то сделают вне очереди. Вот, и либо будет у них стопудово есть такая очередь, как у меня очередь для постоянных клиентов сейчас образовалась. То есть, все равно это будет намного быстрее. А в идеале, это если магазин и сервисный центр. То есть, вы таритесь в магазине и ремонтируетесь в этом сервисном центре. Да, да, будет дороже, чем в интернете. Но это вас спасет от множества геморроя. Ну, или покупайте в интернете, потом приносите в сервис. Никто вам кидаться сейчас это, бросать все и делать там райоби. Либо диол какой-нибудь, либо калибр какой-нибудь. Не будет. То есть, оно будет лежать 45 дней где-то. То есть, будет тянуться это до последнего. Не потому, что они такие противные. Какой-то негатив у сервиса к вам. Нет. Потому что полно другой работы, как я уже сказал. Всем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. Здоровья вам, вашему инструменту. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.